Сенсационная новость. Районные медики продлили в Ахтубинске оттопительный сезон. Чтобы в квартирах жителей и в учреждениях было тепло. Сегодня все делается для здоровья граждан. Об этом, а также других возможностях медицины поговорим сегодня с главным врачом Ахтубинской районной больницы Масхатом Толозбаевым. Здравствуйте, Масхат Асхарович. Добрый день. Ну что ж, откройте нам сразу все детали, проясните. Я про оттопительный сезон. Вопрос обсуждался с главой города. Данный вопрос мы обсудили на штабе, который создан при районе администрации по борьбе распространению COVID-19. И совместно было принято решение по нашей рекомендации о том, чтобы продлить этот оттопительный сезон. Ввиду того, что люди сейчас находятся на карантине, большая часть находится дома. И в связи с тем, что в апреле у нас погода еще неустойчивая, бывают заморозки, бывает какое-то потепление. Бывают заморозки, да, и никто это не угадает. Поэтому это как бы одним из профилактических направлений распространения и в целом заболеваемостью РУИ, в том числе и COVID-19, было принято решение о продлении его до 30 апреля. Иммунитет не так хорош весной. Что происходит с организмом? Почему он не может справиться и должным образом ответить на различные вирусные инфекции? Ну, первая причина – это, конечно, перепады температуры. То есть мы выходим из зимы, где мы укутаемся, одеваемся, солнышко светит, мы, естественно, раздеваемся. И организму очень тяжело как бы перестроиться из тепла в жару, а потом если резко похолодает, вот и за счет этих перепад температуры и возникают все эти вот эти заболевания. Молодежь быстро откликается за тепло. Сейчас можно посмотреть, похолодание, ходят раздеты, в рубашках уже, не то чтобы там в каких-то ветровках, да, уже с голыми руками? Да, ну, мы как Астраханская область относимся к резкоконтинентальному климату, и поэтому у нас с утра может быть дождь, после обеда солнышко, а к вечеру вообще может снег пойти. Как это было на прошлой неделе, помните, в один день сначала пошел дождь, потом пошел снег, а потом после обеда вышло солнышко. И поэтому вот именно вот эти перепады и влияют на заболеваемость, так как после зимы организм у нас истощен витаминно, зимой у нас не поступают те витамины, которые мы питаемся через фрукты, через овощи. Где их уже мало, да? Да, в течение теплого времени суток, поэтому как бы вот эти все заболевания у нас и происходят. А как можно сегодня поднять иммунитет, все-таки укрепить себя, чтобы вот опять же, вот сейчас очень много вирусной инфекции, чтобы смочь и противостоять? Ну, чтобы поднять иммунитет, для этого, в принципе, достаточно, наверное, пропить какой-то витаминный комплекс, который включает в себя все витамины, которые не хватает нам для жизни. Вот, и это вот, наверное, на сегодняшний день единственное, то, что можно экстренно как-то помочь своему организму. А так, в целом, конечно, это спорт, физкультура, которым заниматься нужно не только там в течение двух-трех недель, а это годами люди занимаются, и у них вырабатывается иммунитет. А сейчас, как бы, для поддержки своего организма это желательно употреблять в пищу овощи, фрукты, то есть, чтобы витаминный комплекс в полном составе поступал в организм человека. Да, ну, вернемся к нашему сезону. Весна 2020. Хочешь, не хочешь, а в моде сегодня вот различные марлевые повязки, одноразовые маски, резиновые перчатки. Все на расхват, в аптеках не достать. А что происходит сегодня в больницах? Медики полностью, вот они оснащены вот этими одноразовыми средствами защиты. Ведь их еще и менять нужно довольно часто. Да, ну, по поводу средств индивидуальной защиты, мы тоже, у нас есть определенные сложности с закупками, но сложности это не с тем, связанно, что нет финансовых средств или еще чего-то, просто их нет на рынке. Так же, как и для жителей Ахтубинска, они могут купить маски, так же и мы не можем, не все фирмы, как бы, готовы нам предоставить тот или иной вид средств индивидуальной защиты. Но, если на прошлой неделе у нас поступало минимальное количество средств индивидуальной защиты, то на этой неделе мы получили диссредства, мы получили средства индивидуальной защиты одноразового пользования, у нас поступили респираторы, у нас поступают очки. То есть, на сегодняшний день мы потихонечку начинаем укомплектовываться и, кроме этого, мы предпринимаем меры, что мы самостоятельно при помощи городской администрации изготавливаем эти средства индивидуальной защиты, в том числе мы шьем противочемные костюмы для того, чтобы обеспечить наших сотрудников. Кстати, мы сегодня побывали вот в этом небольшом ателье, где работают рукодельницы и изготавливают для медиков эти костюмы. Давайте посмотрим этот сюжет. Большие портновские ножницы задают направление. Легкая белая ткань распадается на детали. Их обнимает железная лапка, привычные ритмы отбивает машинка. Все должно быть крепко, но при этом красиво. Будет хоть и защитный, а все же костюм. В принципе, ничего сложного, но очень много деталей, то есть завязочек, каких-то отверстий. Нужно обязательно, чтобы все это было крепко, потому что это все, во-первых, очень часто будет обрабатываться, стираться, то есть нигде ничто не должно полезть. То есть все швы должны быть достаточно плотными, хорошими, крепкими, все должно быть спрятано, никаких ниточек не будет. А детство должно быть на пятерку? Наверное, на пять плюс. Шить медикам снаряжение отнюдь не развлечение, хотя в жизни они довольно много шьют. Анастасия в ДК Речников мастерит костюмы юным артистам, с ними же занимается танцами. Татьяна рукодельничает в культурно-досуговом центре. В таком же плане работает Ольга. Я являюсь швей и модельером в Дом культуры Речников. Также вот обшиваем танцевальные коллективы. Последние ваши костюмы это что было? Последние костюмы это детские костюмы на 8 марта, группа Кураж. Сейчас занятий и репетиций нет, однако скучать не приходится. Медики сказали надо, мастерицы ответили есть и дружно приступили к работе. К нам обратился Сергей Владимирович Заблодский, чтобы мы помогли ЦРБ пошить эти костюмы. Пока нам предоставили 100 метров ткани, из которых мы смогли покроить 15 костюмов. Но дальше будет зависеть от ЦРБ, что они нам... Какая потребность у них будет, мы, конечно же, окажем посильную помощь. Вчерашний день мы посвятили пока только покрою. И вот сегодня еще продолжаем. Но я думаю, что мы постараемся в кратчайшие сроки все сделать. В готовом виде защитный костюм это несколько предметов. Широких, размер примерно 56-й. Должно быть удобно, а значит свободно. На верхнюю одежду накинуть в самый раз. Пижамный тип. Низа будет брюки и рубашка. И сверху будет халат длинный, длинные рукава. И большая косынка, которая будет заправляться внутрь. Все это будет на рукава завязываться. И плюс еще бахилы из клеенки. Одежда белоснежная и без всяких украшений. Но если творчество переселит, можно взять и настрочить. Пожелание добра маленькое, с большой любовью. С любовью для вас, для медиков от лучших швеях Тубинска. Пусть все будут здоровы. Но пока об этом не думали. Вы подали идею, может быть, совершим такое. Швеи работают старательно, как, впрочем, и всегда. Однако надежды переполняют другие. Чтобы необходимость у медиков в защитных костюмах была крайне мала. Еще лучше, чтобы ее вовсе не было. Вот еще давайте вернемся к маскам. Они должны быть одноразовые. Иногда, вот знаете, видишь на людях такие маски, которые уже достаточно потрепанные, махровые. Уже такие кто-то в дырочку там носит. То есть они где-то их там при случае достают из сумочки, из кармана, быстренько надеют. На самом деле маска, если она одноразовая, понятно, она действует недолго. Вот многоразовые маски, которые сегодня очень многие шьют. Вот, например, эту маску шили сестры Милосердия, Ахтубинская епархия. Тоже, да, они раздают Ахтубинцам такие вот средства защиты. Эти могут использоваться дольше, да, если их стирать, гладить? Да, они могут использоваться дольше. Если непрерывно их носить, то их можно использовать в течение 4 часов. Далее, как бы, они должны подвигаться к дезинфекции, дезинфекции либо путем дезинфицирующих средств, либо путем кипячения и обычная глажка. Все это убивает бактерии и вирусы. Но, учитывая то, что у нас есть большой дефицит именно одноразовых масок, вот, поэтому альтернатива вот в этих многоразовых масках, она есть. Главное, вовремя их дезинфицировать, обрабатывать. И мой совет, как бы, сделать их несколько штук, чтобы они были сменные. То есть, пока мы носим одну, вот, где-то в сумке есть сменная, при загрязнении, там, или в течение дня, если вы использовали одну, ее мы замачиваем, кипятим, гладим, а в этот момент используем другую. То есть, такие вот обязательные ежедневные мероприятия должны проводиться? Здесь, как бы, профилактика идет того, что тот человек, который поражен этой болезнью, да, при чихании, при дыхании, он не выделяет эти бактерии в окружающую среду. А тот человек, который не болеет, он с профилактической целью, как бы, маской останавливает путь попадания ее в организм. Очевидно, все это необходимо при любой вирусной инфекции, да, которая воздушно-капельным путем распространяется. Но вот сегодня весь мир охвачен коронавирусной инфекцией. Чем она так страшна и опасна? Коронавирусная инфекция опасна тем, что она дает осложнение на легкие, и развивается пневмония, и в дальнейшем развивается дыхательная недостаточность. Но, опять же, я повторюсь, что это происходит не у всех. Кто-то переносит ее в легкой форме, у кого-то просто голова поболит, у кого-то поднимется температура, у кого-то разовьется кашель. То есть здесь все будет зависеть от организма человека, то есть каков его иммунитет борьбы с данным заболеванием. Но, к сожалению, те люди, которые со сниженным иммунитетом, может привести к тому, что его даже подключить к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно он дышать не сможет. Но не все люди будут переносить в тяжелой форме. Многие перенесут ее просто на ногах, кто-то, я же говорю, по температуре. У всех будет проявляться по-разному. То есть все здесь зависит от иммунитета. И чтобы не было этой массовости, именно карантин вводится с той целью, чтобы ограничить и замедлить распространение данного заболевания. Как показывает опыт других стран, это заболевание касается многих. И все эти карантинные меры для того, чтобы замедлить процесс распространения, чтобы здравоохранение и медики могли уделить внимание каждому пациенту. Естественно, если у нас пойдет массовость, часто говорят про аппараты ИВЛ, что даже в нашей больнице недостаточно. Но вот на сегодняшний день я хотел бы сказать, что у нас 14 рабочих аппаратов ИВЛ, которые сейчас функционируют. И мы готовы принимать пациента, который будет с ней отдыхать в недостаточности. Это какое-то специальное отделение? Ну, на случай вдруг... Да, на случай, если у нас будут коронавирусные пациенты, мы их будем госпитализировать в инфекционное отделение. У нас отдельно стоящее здание инфекции, как жители все прекрасно его знают. Я думаю, что многие там и пролежали. И полностью это здание мы будем перепрофилировать под госпиталь для пациентов COVID-19. Сегодня в инфекционном отделении есть пациенты с вирусными инфекциями, с пневмонией? У нас в инфекции сейчас находятся пациенты, но не только с пневмониями. У нас находятся пациенты с кишечными какими-то инфекционными заболеваниями. То есть инфекционное отделение у нас сейчас работает в штатном режиме. То есть оно принимает тех пациентов по профилю инфекционному. И заполняемость на сегодняшний день у нас где-то, наверное, наполовину. Но мы уже готовы к принятию таких пациентов с COVID-19. Я объясню, как это будет происходить. Если у нас будет подтвержденный такой диагноз и выявится такой пациент, если это будет легкая форма, мы будем лечить его на дому. Поэтому будет самоизоляция, все остальные, кто будет в контакте, все будут на карантине. При ухудшении состояния данного пациента мы его будем госпитализировать. А так легкая форма у нас будет лечиться на дому. Проверить сегодня можем. Есть у нас тесты? Ну, тесты мы самостоятельно, данный анализ не делаем. Все эти анализы мы направляем в город Астрахань. На сегодня у нас определенный критерий пациентов и людей, которые мы должны обследовать. Это у нас в первую очередь лица, которые прибыли из-за рубежа. Много таких, кто прибывает? На сегодняшний день на карантине у нас находятся два таких человека. Начинали мы все это, когда все это началось. Было у нас на карантине 32 человека. Из этих 32 сейчас осталось двое. И у всех остальных 30 результат анализов были отрицательные. Второе – это лица, которые находятся на лечении с пневмониями. То есть все они, у кого диагностированы и установлен диагноз пневмонии, тоже подвержены тому, чтобы взять у них мазок, кровь на COVID-19. Данных пациентов мы тоже обследуем. На сегодняшний день пневмонии у нас 6. И все они обследованы, у них тоже отрицательный анализ COVID-19. Это большая цифра случаев пневмонии в этом году? Нет, это небольшая цифра. В целом я хочу сказать, что заболеваемость у РВИ и простудными заболеваниями у нас даже, наверное, на фоне введенного карантина она уменьшена. У нас не работают садики, созданы дежурные группы, не работают школы. И вот эта вот распространенность такая, да? Да, разобщенность и вот этой распространяемости нет. И по сравнению, допустим, с прошлым годом, заболеваниями у нас намного меньше. Вот вы сейчас сказали, что в отделении есть пациенты с пневмонией, потому что пневмония, она бывает разного характера, да? Что происходит вообще? Человек может заболеть либо вирусной пневмонией, либо какого-то другого вида, да? Да, есть градация, есть понятие больничной пневмонии, есть понятие вне больничной пневмонии, есть понятие вирусной пневмонии. То есть здесь обычно человек заболевает каким-то простудным заболеванием, и кто-то излечивается и уходит из этого состояния нормально, а у кого-то развивается пневмония. Осложнение такое? Осложнение, да. Это осложнение простудного заболевания. Что происходит сегодня с нами? Почему? Некоторые отмечают, что мы все чаще заболеваем именно какими-то легочными инфекциями. Осложнения тоже получаем. Допустим, если раньше говорили, что если лечить ОРВИ, все пройдет за неделю, если не лечить, за 7 дней. Сегодня говорят, что эта шутка уже немножко устарела, и теперь недели две потребуется, чтобы избавиться от тех осложнений, которые возникают после обычного ОРВИ. Затяжной кашель, никак не могут справиться с кашлем. Температура там прыгает, да, то 36,9, то 37,2, и так вот на постоянно долгое время. Врачи ставят, что это ОРВИ, но почему не помогают антибиотики, почему не помогают те же противокашливые препараты, там уже и банки, и горчичники, и травяные сборы добавляют народные средства, да? Нету ответа порой на то лечение, которое вроде бы должно все случиться. Ну, вы знаете, если заболевание вирусного характера, то антибиотики, в принципе, здесь не помогут. Антибиотики, они помогают при каких-то воспалительных явлениях, вот при тем же хроническом бронхите, при воспалении легких. То есть, когда уже все усугубилось, пошло такое сложное. Поэтому здесь основное, я думаю, что это, если это вирусной этиологии, то необходимо принимать противовирусные препараты, чтобы подавить этот вирус. А здесь же опять, как сработает иммунитет. У кого-то иммунитет срабатывает сразу, и подавление данного заболевания происходит там в течение недели. А у кого-то, как вы правильно говорите, идет затяжной характер, так как организму не хватает своего иммунитета борьбы с данным заболеванием, и поэтому происходят вот эти все затяжные состояния. В целом, как бы, лечение, оно специфическое для каждого пациента и для каждого случая. И все зависит от того, какие симптомы у человека развиваются. Поэтому здесь идет индивидуальный подход, но чтобы не экспериментировать, так скажем, над своим организмом, я все-таки попрошу через вашу студию все-таки соблюдать карантин и замедлить процесс распространения и, может быть, кого-то просто обезопасить от этого заболевания. Кто-то особенно в зоне риска? Да, в зоне риска у нас лица старше 65 лет, лица, которые страдают сахарным диабетом и другими какими-либо хроническими заболеваниями. То есть, лица, они более подвержены, так как иммунитета, на самом деле, у них не хватает. Даже есть у нас медработники, которые работают у нас в больнице старше 65 лет. Мы их сейчас отправили на больничный, и они находятся дома на самоизоляции, потому что медики – это самые, как бы, на сегодняшний день… Незащищенные, да? Незащищенные, подверженные этому заболеванию, так как, когда человек болеет, естественно, он приходит в больницу. Кроме этого, хотелось бы сказать про работу нашей больницы. Мы работаем в штатном режиме. Единственное, мы сейчас приостановили все плановые операции, все плановые госпитализации. И хочу, чтобы наши уважаемые жители Ахтубинского района с пониманием к этому отнеслись, потому что это делается с профилактикой для медицинских работников, а также с профилактикой самих пациентов. Вот. Чтобы минимизировать тот контакт, я просто, если на пальцах объяснить, вот человек в палате будет лежать, и у него подтвердится COVID-19, то есть все, кто в палате, уходят на карантин. И все, кто его обслуживал, санитарка, уборщица, медсестра, врач, они тоже уходят на карантин. Ну, в нынешнее время, учитывая то, что никто не знает, что будет дальше, никто не знает, как будет развиваться, да и Всевышний, чтобы нас это не коснулось, но тем не менее мы всегда готовимся к худшему, чтобы хотя бы оставить тех медработников, которые как бы и будут оказывать эту медицинскую помощь и не ушли на карантин. То есть закрываются, если вы слышали, в Астрахани целое общежитие, да, посадили на карантин всех жителей, потому что вот человек, который заболел коронавирусом, он там контактировал и практически во всех боксах этих был. А что происходит сегодня в поликлиниках в целом? Врачи принимают, диагностические кабинеты работают? Мы работаем в штатном режиме, мы не закрывали ни приема, ничего, узкие специалисты, как бы мы по показаниям стараемся, как бы обслуживать тех людей, которые приходят за помощью, мы их обслуживаем. Единственное, у нас обязательно масочный режим, то есть в нашу поликлинику невозможно зайти без маски, то есть на проходной его просто не пустят. И второе, если человек с температурой или с признаками РУИ, таких пациентов мы не допускаем в поликлинику, мы их обслуживаем на дому. Ну и говорят, что самая длинная очередь сегодня в кабинет флюорографии. Да, есть такое, потому что на прошлой неделе мы вообще приостановили как бы все вот эти действия, людям нужно обследоваться. Есть кроме COVID-19 и другие заболевания, которые тоже наше население страдает, и поэтому вот эта очередь, она как бы возникла. Я думаю, что мы сейчас парциально стараемся не собирать количество людей больше пяти, больше десяти. То есть такую разнарядку делаем, чтобы в течение дня по одному, по двое приходило, и чтобы минимизировать вот этот вот контакт пациентов. На сегодняшний день, на 14 апреля, по данным областного Минздрава, в области 30 случаев коронавирусной инфекции и еще 36 условно подтвержденных. Что это такое условно подтвержденные диагнозы, и как их можно, как долго они подтверждаются? Ну, здесь условно подтвержденные, то есть это предварительный диагноз. То есть у них тест показал положительный результат, и для того, чтобы точно об этом сказать, эти анализы у нас отправляются в Москву для подтверждения. То есть для каждого региона обозначена своя организация, которая дает подтверждение по коронавирусу. Поэтому тест-системы, которые здесь у нас проходят, они предварительные для того, чтобы понять, как с человеком поступать, входит он в зону риска или не входит, ограничить его в карантине или нет. А дальше уже у него повторно берутся анализы и отправляются в Москву для подтверждения. А что представляют из себя тесты? Тесты на сегодняшний день, это мы берем кровь из вены и мазок из зева и носа. Вот и все тесты, в принципе. И они сразу же отправляются, да, в астраханскую лабораторию сначала, а потом, если нужно, в какой-то другой крупный центр. Тема карантина, она сегодня самая главная во всех регионах нашей страны. Внимание, все приковано, да, и наш губернатор тоже акцентирует на том, что есть вот определенный перечень разрешенных мероприятий, скажем тогда, что разрешено сегодня, допустим, погулять с собакой, если есть необходимость вынести мусор, сходить в продуктовый магазин, либо в аптеку. Все остальное нужно минимизировать, да, чтобы было меньше все-таки контактов. У актопинцев, наверное, еще не сложилось до конца понимание выполнения этих требований, да? Да, я поясню, для чего вводится этот карантин. Я уже до этого сказал, чтобы замедлить процесс распространения. Если вы слушали Игоря Юрьевича Бабушкина, в первом своем обращении он сказал коронавирус уже в Астрахани. И это на самом деле так. И у нас есть уже заболевшие, есть лица, которые находятся на аппарате ВИЛ. И если разобираться в этой цепочке, то у нас получается все, кто сейчас выявляется, это не завозные форумы. Это именно те контактные, которые контактировали с первыми заболевшими. Поэтому тема карантина, она очень актуальна сейчас. И я попрошу очень серьезно к этому отнестись. Потому что, если брать город Ахтубинск, у нас 38 тысяч населения. Если никто не будет соблюдать карантин, практически через неделю друг друга кто-то где-то встретит. Правильно? Если будут заболевшие, то если одновременно заболеет несколько сотен человек, естественно, никто не справится. не хватит ни аппаратуры, ни медработников, ни коек, ни помещений, ничего. Поэтому этот карантин именно для замедления этого процесса. То есть легче справляться с тем, чтобы заболевание была поэтапная. Коронавирус уже пришел в Астраханскую область. То есть заболевание пойдет. И сейчас она выявляется. И потихонечку она будет продолжаться. И, как вы слышали, у нас уже есть двое выздоровеющих. То есть уже и такие есть. И поэтому, чем четче мы будем выполнять этот карантин, тем меньше будет заболевших и пострадавших от этой эпидемии. Если говорить, опять же, про Ахтубинск, меня многие критикуют. И не раз мне говорили, что 14 аппаратов ОВЛ это очень мало для Ахтубинска. Я вам скажу так. В других районных больницах еще меньше аппаратов ОВЛ. Но если мы не будем соблюдать карантин и все вот эти мероприятия, которые сейчас проводятся, кроме этого проводятся дезинфекции, военные у нас, вокзалы, остановок, общественный транспорт, обработка идет, профилактика идет. Поэтому это все направлено на то, чтобы заменьшить распространение вот этой вирусной инфекции. И поэтому, если у нас одномоментно заболеет, допустим, тысяча человек, это надо, грубо говоря, и будет тысяча тяжелых, это надо тысячу аппаратов ОВЛ. Ни одна больница в Российской Федерации не имеет тысячу аппаратов ОВЛ в своем оснащении. Ни одна. Даже областные какие-то центры или там институты, у них тоже количество до тысячи не доходит. Максимум 200-300. То есть оборот у них идет такой. Можно только распределить все во времени. Поэтому я призываю население не говорить об этих аппаратах ОВЛ. Это самое худшее, что может произойти. Естественно, если не будет хватать этих аппаратов ОВЛ, мы будем занимать у тех больниц, где эти аппараты ОВЛ есть свободные. Мы будем говорить нашему руководству о том, чтобы нас обеспечили этими аппаратами ОВЛ. Если такие пациенты будут поступать, мы кого-то будем перенаправлять в город Астрахань. То есть каждая ситуация будет индивидуальная. Но чтобы до этого не доводить, я прошу соблюдать этот карантин и не давать возможности инфекции развиваться молниеносно. В Москве, я не хочу осуждать своих коллег, но все об этом говорят, что до последнего не вводили карантинные мероприятия. И вот мы видим вот это распространение. И там на самом деле ситуация очень серьезная. И по сравнению с Астраханской областью, мы как бы на хорошем счету, так скажем. Поэтому, если есть возможность сидеть дома, пожалуйста, сидите дома. Разрешили дачникам находиться на даче. Вот еще одна альтернатива. Но карантин соблюдать надо. И это поможет в целом региону и здравоохранению Астраханской области справиться с этой новой инфекцией. Вот вы сказали, три человека сегодня находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Есть данные, какого возраста эти люди? Возраст там различный. Есть возраст 60 лет, 38 лет и 34 года. Прямо спрашиваю, да? Потому что многие тоже переживают, если начнется какая-то волна, заболевания, то наслышанные люди, что медики, в первую очередь, оказывают внимание молодым людям, а вот те, кто уже в возрасте, говорят, ну, не обязательно что ли вот им аппараты те же подключать. Ну, я же говорю, каждый случай будет индивидуальным, поэтому мы будем надеяться, что у нас это минует, что мы просто готовимся, и для нас это тренировка. А когда будет заболевание, на самом деле, здесь у нас, мы будем максимально делать для каждого. И хоть ему 80 лет, хоть ему 20 лет, хоть ему 40 лет, для каждого мы будем максимально все, что мы можем, будем делать. Ну что ж, соблюдаем, да, те требования, которые необходимо сегодня соблюдать, в том числе и правила личной гигиены, моем руки, носим перчатки, очки, там, маски защитные, если все это где-то в кругу, в большом обществе необходимо, да, работая, опять же, на каком-то предприятии. Ждем тепла, поскольку вот говорят, что с теплом все-таки вирус, он угасает, да, ослабевает, что температура, это действительно так, да? Да, это действительно так, и заболеваемость, она будет снижаться. Я думаю, что все будет нормально. Что ж, вместе с вами мы также думаем, что все у нас будет хорошо. Спасибо, что были сегодня у нас в студии. Мы желаем и всем докторам, нашей Ахтубинской районной больницы, желаем только здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо нашим телезрителям за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok